Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Нашему Спасителю, Господу! Трансляция с утренней молитвы из Петербурга Слава Богу! Доброе утро всем благословений Господних! И приветствую всех именем Христа, Иисуса! И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры! Ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! Приветствую всех в такой трансляции, посвященной 501 годовщине со дня начала Великой Реформации Милана. Шалом! Шалом! Приветствую! Слава Богу! Вот, и эти утренние молитвы, утренние трансляции, вот, сегодняшние, завтрашние и послезавтра эти трансляции ближайшие, вот, сегодняшние, сегодняшние начинаю, они вот в молитве я воздаю Богу хвалу и начинаю с этого, и, в общем-то, посвящаю этому как раз вот эти утренние трансляции. Спасибо тебе, Господь, за все. Благословен ты, Бог наш, благословен, возлюбивший мир, Отец наш, и отдавший жизнь свою за нас, душу свою за нас положивший, кровушку за нас проливший, отдавший Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Валентин пишет тоже, доброе утро. Аллилуйя. Прик explored божьи дети, у нас есть победа в крови Христа Иисуса. Аллилуйя. Да, это так. Так и есть. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за победу в крови Иисуса Христа. Аллилуйя. Твою победу ты, Господь, победил. Аллилуйя. 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 Все совершил Он, нам дал победу, дьявол побежден, и смерть не влавствует теперь, Иисус Господь наш, о, Аллилуйя, Он наш Спаситель, и Он Царь царей, Аллилуйя. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь на всей земле, Аллилуйя. Так что, друзья, братья и сестры, да, и сегодня вот эту трансляцию хочу начать с слов тоже апостола Павла, как вот и вчера, тоже первое послание в Коринф, только следующая глава, третья глава уже. Вот, первое Коринфянам, третья глава. И, друзья, значит, здесь, ну, даже, наверное, с самого начала лучше, с первого стиха, потому что как бы там много что проясняется для нас. Спасибо тебе, Господь, благостави ты чтение сегодняшнее, Боже, благостави, Господь, всех нас, Боже, разумение наше, Боже, ты открываешь, действительно, открываешь, Боже, наш ум, уразумение Писания, Господь, приоткрываешь, Господь, Боже, действительно, тайны, тайны эти Нового Завета, Библии, спасибо тебе, Господь. И Павел пишет здесь в 3 главе с начала самого. Знаете, вот тоже есть разные порой понимания в церквях. Плотское христианство, духовное христианство, что такое духовное христианство. Вот, очень разные воззрения есть. Вот, некоторые считают, допустим, что духовное христианство это когда, допустим, Дух Святой действует в церкви. Многие христиане даже так полагают, что духовное христианство это когда, допустим, совершается исцеление чудеса. Допустим, когда мертвые воскрешаются, больные исцеляются. Это все верно, но это еще не духовное христианство. Это может быть даже вполне плоским христианством даже. Вот, значит, христианство, оно не от действия Бога зависит. Вот, если, а уже надо смотреть на, ну, на самого себя. Вот, и, знаете ли, на самого человека, да. Вот, не Божьи действия, а человеческое действие видно по плодам. Не Божьего Духа деяния, а по плодам, вот, апостольским, по плодам человеческим, по плодам нашим. Вот, значит, и поступкам нашим, будем так говорить, проще говоря, по плодам их узнаете их. И, вот, значит, и я, потому что, почему я об этом говорю, потому что я знаю порой, знавал, однозначно знавал таких служителей, такие служения, где Божий Дух действует могущественно и в исцелениях, даже, значит, на, как бы, таких очень-очень удивительных исцелениях. Вот, и в присутствии Божьем, в прославлении Бога, хоры, там, музыканты, группа прославлений поют, значит, играют в протестантских церквях, допустим, таких. И там действия, вот, я знавал, значит, там, и, да, у нас православие, ну, не может не так, конечно, как у протестантов зрелищно, но все-таки тоже есть такое, знаете ли, и служения такие в храмах, там, и хор поют, и вообще такое, древние храмы, там, все, значит, или там вычетки совершаются, там, бес отгоняют, вот, но плотские, 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 вот, в реальность, это в реальность, ну, в жизни, вот, значит, и вот здесь, значит, что характеризует плотское христианство? Зависть, споры и разногласия, вот, это признак плотского христианства, здравствуйте, преуспевай во всем, семья Божья, свято, аллилуйя, аллилуйя, семья Божья, преуспевай во всем, аллилуйя. Вот написано, ибо когда один говорит, я Павлов, а другой, я Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, притом, поскольку каждому дал госпользь. Я насадил Аполлос, поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья, мило, Божье строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Вот это вот изречение вот это. Но каждый смотри, как строит. Вот, действительно, мы все строители, строители своего счастья, строители сверххристианства, да, слава Богу. Вот пять столетий назад, когда началась вот эта реформация, эпоха Великой Реформации, действительно, вот эти истины, простые библейские истины, они вновь засияли тогда. Вот, церковь начала обновление свое, возвращение к истокам, к основанию своему. Действительно, и вот это вот, на сегодняшний день я констатирую такой факт, очень хороший такой, очень прекрасный, что, действительно, вот эти межконфессиональные, междинаминационные всякие преграды, вот, значит, стены, они уже, ну, многим очень уже верующим, да, все больше и больше количества верующих, уже, действительно, не кажутся такими принципиальными, что ли, такими, ну, такими, наиважнейшими. Вот, в описании плоского христианства, здесь видно, знаете ли, вот в чем выражается плоское христианство, допустим, вот в этом описании, но в данном, но вот в современном мире, да, христианском, как мы говорим, мире. Вот, в сектанстве, своего рода, да, это можно назвать сектанством, ну, в таком, не в самом плохом смысле этого слова, как сегодня употребляется обычно это слово, но сектанство в смысле, когда человек, он, или сектантская мышь, я не могу так назвать это, которое, в принципе, которым перебаривают, ну, все верующие, как бы, вот, больше или меньше, ну, это, знаете, какая-то детская болезнь, допустим, да, вот, но, в принципе, каждый верующий, он переживает больше или меньше эту болезнь сектантскую в себе, вот, и потом оно перерождается, как, значит, и, в общем-то, и уходит. Хотя многие потом, к сожалению, верующие страдают этой болезнью уже хронически, ну, и немало умирают от этой болезни духовно. А болезнь такая, болезнь сектанства, сектантского мышления, я рассуждаю на себе, что болезнь сектанства, это, вот, считать только лишь свое правильным, чужое все ложным, вот, только лишь у нас Бог, только лишь, вот, в моей церкви, в моей конфессии, в моей динаминации моей, в моей структуре, вот, Бог действует, и нигде за перилетром Бога и нету моей конфессии. Вот, я сам, просто я знаю, о чем говорю, потому что я сам болел долгое время вот этим страшным, таким недугом, который меня чуть было не убил, который убивал и убивает тысячи моих коллег, священнослужителей разных конфессий, ну, вот, в частности, вот, православие, я традиционный православный священнослужитель был, значит, до 96-го года, и в те годы, вот, начиная с 88-го года, с 87-го даже года, значит, начав свое служение, ну, де-факто, в православном храме, а с начала 88-го уже до юра, став, будем так говорить, уже пострижные чтеца, значит, как и подиакон, как чтец, ну, первая степень священства, первая степень священства в православии чтеца есть, согласно вот, ну, доктрине православном-то. Вот, значит, и, значит, и вот, и как чтец, будем так говорить, да, значит, или как девчок там называли раньше на руси вот я погружался в эту атмосферу сектарства и притом довольно быстро как вот молодой человек я зачитывался от святыми отцами многими и потом по сектоведению там в семинарии в загорской значит московский до семинарии тогдашнем загорске значит сергей посадили нынешним снова название вернулась старый город вот значит и здесь в тогдашнем ленинграде сейчас петербург снова значит и значит тогда же восемьдесят восемь год восемьдесят девятый год начала восемьдесят девятого года тоже сюда приезжал на лекции вот значит ну как на эти беседы вот значит и что-то нравилось что-то не очень нравилось здесь честно говоря но но по крайней мере сектантским духом этим я заболел тогда и чем дальше тем больше особенно в девяносто первом году вот я свидетельствую об этом час почему вот свидетельствует о том что значит что действительно вот сейчас извиняюсь вот в праве сектантское мышление рассказываю я здесь просто при трансляции перетрансляция открою окно надо закрыть уже в питере все таки прохладно здесь северное столик с таким да друзья и вот заболеваю этим сектантским мышлением особенно сектантском особенно в девяносто первом уже году вот когда меня руководили в священнике но это были последние месяцы советского союза вот хотя нам по утрам еще пели с радио приемников по утра в 6 утра красота время как сам союз нерушимому туда-сюда республик свободных как бы ну и навеки навеки как бы все это скрепило руси ну одним словом пропаганда шла пробывка мозгов каждое утро но вы знаете интересно хотя копилось но уже в воздухе веяло свободой уже понимали думаю почти все понимали что уже все наладом дышит уже этот советский союз что уже все уже скоро траги комедии конец уже но вот тогда меня руководили как раз значит в священнике и став уже священником так же в рязани него с дьяконское служение вот это диагонская диагонская значит и вот в конце девяносто первого стал священником и вот осенью как раз вот в это время ну пораньше чуть-чуть вот в сентябре уже служил священником в рязани в борисоглебском самом соборе там тогда кафедральном соборе и вот я помню то настроение знаете свое молодым священником я как-то даже трудно сказать когда стал сектантом таким но такое убеждение у меня уже такое вот уже сформировалась такой наверно как-то прям так очень четко стало у меня знаете как вот не знаю видим это уже душа моя ожидала как бы этого я действительно очень серьезно в это верил в то время сейчас мне это очень странно честно говоря очень странно я считал действительно что только решил только православие и только лишь вот у нас и вот московского подвергката именно это наивысшее православие как бы истиннейшее православие вот все стороны православия даже по стольку поскольку значит и я погрузился в это храмовое благочестие но я и раньше погружался конечно очень любил храмо во благочестие как мы его называли то значит но и сейчас называют некоторые Но я уж так не называю, потому что закончилось время храмового благочестия еще тогда, 2000 лет назад, в том храме в Иерусалиме, завершилось, когда Бог разорвал, сам Бог разорвал завесу, которая отделяла святого и святых, как вот в той песне поется у Алексея Ледяева. Я не хочу жить за завесой, за стеною глухой, мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я об обочи родной, мое сердце с тобой, мой сын дорогой. И действительно, продолжались эти годы последующие, вот это мое, ну чрезвычайное мое сектанство. Я ни с кем не общался, в общем-то, с другими конфессиями, деноминациями, но даже в этом внутри православия, нашего, такого российского православия, я искал такие самые формы радикального, именно устава соблюдения, вот, значит, обрядов, обряда веры, даже можно где-то выразиться даже. Вот, и, хотя и не было обряда веры, но, вот, я был противником всяких там этих сокращений, литургии, во всем, что, вот, мне хотелось, вот, действительно, вот, все полностью, чтобы было, вот, как по уставу положено. Мне верилось в то время в богодохновенность этого устава, богослужебного, значит, я верил, что святые отцы, значит, действительно были вдохновены Богом, Духом Святым, вот, но я и сейчас понимаю, что они были не без вдохновения, писали все это, безусловно, вот, как не без вдохновения, и вот 2000-летие, 2000-летие уже христиане мы, как бы, и живем, и действуем, и существуем на этой земле-то, как Церковь Божья. Но, вот, я до самого 96-го года, вот, как вот здесь, знаете, вот, описывается Павлом, вот это плоское христианство, вот, я действительно погружался в такое плоское миросозерцание, плоское христианство, вот, и был его ярким представителем, потому что, когда были мои встречи, допустим, ну, там, уже будучи священником в те годы, традиционной православной церкви, простым сельским священником служил я, но иногда пересекались пути жизненные, там, начинали, когда пересекаться с протестантами, допустим, то, и католиками, я, и однозначно, что только лишь у нас благодать, у нас только спасение, у нас Бог, а у вас, ну, не дай Бог, то есть, то есть, я даже их, как бы, знаете ли, даже, ну, не допускал мысли вообще абсолютно в то время, вот, в чем, наверное, вот, характерно, чем характерно сектантское мышление, человек не думает своей головой, я вот, в то время действительно, значит, и ум, честь, и совесть моим, это была моя церковь, в которой я погрузился, в которой я был священником, вот, который верой и правдой служил, вот, полагая, что служу Богу, в общем-то, вот, и, не, ну, Господь, конечно, проявлял себя в моей жизни, тогда, в те годы чудесами и знамениями, да, да, значит, и, а меня это еще больше укрепляло, понимаете ли, хотя сейчас я понимаю, что Господь действует-то порой не благодаря нашей доктрине, там, нашему, там, благочестию, там, религиозному, или чему-то еще, а порой вопреки всему этому действует, вот, как было, в частности, в моей жизни, вот, но в 96-м году, да, я, как раз, встреча с протестантами, я однозначно говорил этим товарищам, говорю, ну, это точно так вот, что говорю, у вас своя вера, у нас своя вера, говорю, у вас свой Бог, у нас свой Бог, имея в виду, что у нас Бог, ну, с большой буквы, конечно, истинный, а у них там с маленькой буквы, тот самый Бог Век, если его там, короче, какой там Бог, не дай Бог, Вот так вот я полагал. И даже когда там одна женщина была встреча, у меня там случайно, в Сураж, в Брянской области, в городе, одна женщина, я понял, она в протестантской церкви какой-то, и она как бы пыталась мне как-то там что-то донести такое, что, батюшку, ну, как бы в оправдание свое, что у нас ведь одна вера, это один бог, это как бы, значит, там, и вот я ей сказал, что у вас своя вера, у вас своя вера, свой бог, там у нас свой бог, не трогайте, как бы нас, я православный в этом сексе, вот, значит, но, но самое интересное, вот, знаете, вот, когда она, та женщина засвидетельствовала, что вот, она сказала, ну, я тоже так считала, батюшка, говорит, значит, ну, вот как вы говорите, я тоже так считала раньше, она мне сказала, а потом говорит, ну, она нас сказала, что она умирала от какие-то там, сейчас не помню, что-то, ну, страшные болезни, каких-то. Умирала страшная болезнь и по всем святым местам, по мощам ездила, по источникам, по храмам. И сама ездила, потом возили ее, потому что уже была сама не в состоянии физическом. Умирала уже, никаких шансов уже не было. И потом подруги ее какие-то нашлись, которые сказали, есть там такие сектанты, не сектанты, но тоже христианская церковь, но не православная, но там они молятся за исцеление. Городок там небольшой, и вот эти исцеления были на слуху, поэтому она говорит, ну поехали все-таки, давай помолимся. Она противилась, но все-таки не православная же церковь, сектанты. А потом подруги ей говорят, ну тебе уже хуже не будет точно. Она уже без посторонней помощи уже не могла даже до кухни дойти, уже была в таком состоянии измучена. Вот по телу метастаза уже были. Ну там такие страшные вещи, короче, рассказала. А потом, что говорит, ее, значит, привезли, значит, туда, значит, на служение, ну чуть ли не внесли в нем, так говорить, туда, на словно, на собрание. Да, там все было чудно, странно, это на церковь не похоже совсем, там, значит, там пели, танцевали, хлопали, ну никаких там икон не было, батюшек не было, там у них священник просто в обычном костюме, значит, ну как обычный гражданин, там ничем не отличается от других, там, вот, о чем-то там молились, кричали, там, значит, там говорили слово Божье, слово Божье, так говорили, вот, и ей коснулось. Одним словом эта женщина говорила, что, батюшка, представляете, это вот я вот, вот, да, понимала, что это секта, все, что это, думаю, зря меня привезли сюда, а я очень повару там у себя, значит, дома, вот, спокойно. Вот, значит, но ее так коснуло все, вот именно вот, ну, слово коснулось ее, ну, это, молились за людей, коснулось Духом Божьим, вот, так она ушла с собрания на своих двоих, вот, то есть, уже без посторонней помощи вышло уже из здания, но с подругами с этим, но без посторонней помощи, а ее, вот, меня чуть не вносили, вот, вот, то есть, вели так, что я, вот, еле волочила ноги, вот, обратно вышла сама на своих двоих, на щеке, вот, румянец появился, там, эти вот, эти подруги, вот, они были, ну, обомлели просто, что они сами и верили, но не до такой степени, чтобы, знаете, чтобы так вот, вот так вот все проявится в ее жизни, вот, и потом она объяснила, что в течение короткого времени она была полностью исцелена, она была полностью исцелена, вот, и снова вышла на работу, ее там уже похоронили, по сути, как на работе, да, она, оказывается, вот, живая, здоровая, да еще такая, там, и весь завод, там, вот, фабрикой, это, как, технический, картонов назывался, пролетарий, фабрикой, это все заевангелизировала, от технички, от уборщицы и до, там, директора ихнего, там, короче, всяком она заевангелизировала, но, как бы, ее уважали как работницу, да и то, что она, вот, ну, как сказать, такая перемена в ней произошла, это было, ну, всем воочию, раньше, ни одна, как пьянка-гулянка без нее не проходила, такая первая была, заводила на заводе, на фабрике этой, вот, значит, как бы, ну, такая вот, с пропеллером такая женщина, значит, везде, значит, ну, ее на фабрике все знали, первая во всем была первая в грехе, а теперь первая в евангелизации, там, заевангелизировала всех, и там мне потом, мне эти мужики говорили, которые, ну, с кем я общался, там, фабрично эти рабочие, с кем я общался, разговаривал, собственно, до той, как она подошла, вот, Они мне потом говорят, ну, короче, вот такая, что нам либо увольняться батюшка надо, либо, короче, каяться уже, она все дома о покаянии, все, короче, уже все уши прожужжало. Но я, конечно, и политику партии объяснил, а той женщине, вот когда она все это рассказывала, я, значит, я, вот потом, вот прошли годы, я вот вспоминаю об этом, знаете, у меня внутри что-то шевелилось, конечно, отзывалось. Ну, если честно, внутри у меня было какое-то такое, на подсознательном уровне даже скажу так, что все-таки здесь без Бога не обошлось однозначно, что здесь, ну, ну, не может быть, такие чудеса не могут быть вот без Бога, как ни крути, знаете ли, ну, здесь Богом пахнет, здесь вот, ну, четко, это Бог, как ни крути. Хотя это было, ну, мне еще было обидно, что ни у нас, ни в наших храмах, ни на мощах, ни на этих источниках, там, значит, а где-то там в секте, думаю, вот. Ну, ну, короче, и когда она все это рассказала, ну, и я вижу мужики там опять смотрят, слушают ее, ну, они, видимо, это уже слышали уже много раз, ну, как бы, ну, они же свидетели ее там уже почти покойные, теперь живые, как бы, и поэтому, если это, может, там, другие люди сказали бы, махнули бы рукой, бы сказали бы, а не может быть, то им-то уже не надо это все там махать, они это все прекрасно видели. Одним словом, ну, я вижу сектантская пропаганда, думаю, значит, там, ну, как я понимал, то есть с больной головы на здоровье, я полагал, что она сектантка, хотя, на самом деле, сектантом был я как раз, вот. Ну, хотя я был в ряде, с крестом на груди, значит, сельский батюшка, все каноничный, как бы, все правильно, все у меня было с точки зрения канонов человеческих, но с точки зрения канонов божьих, божьего слова, я был сектант, я был, ну, плотской, проще говоря, вот, как бы, побег, если. Ой-ой-ой, Господь, слава Тебе, Боже, благодарю Тебя, Господь, а вот за ту реформацию, которая произошла тогда в моем сознании, моем разуме, благодарю Тебя. Спасибо, что Ты простил меня, спасибо, что вот эти слова, эти окаянные слова, которые я говорил тогда, Ты простил, и вообще простил меня всего, спасибо Тебе, Господь, принял меня, спасибо, спасибо, и помогаешь мне, и помогал преодолевать это сектантство, спасибо Тебе, Господь, аминь. И знаете, и когда она все это рассказала, та женщина, что вот так и так вот, мол, исцеления у нее там такие произошли, я сказал ей так, что, женщина, говорю, это вас, говорю, дьявол исцелил. Ну, мне сейчас самому чудно, что я сказал такие слова тогда, но вот так вот, я это действительно сказал, такие слова страшные. Страшные. Я сказал, что лучше бы вы умерли, вот примерно так, что похоронили бы, но зато, по крайней мере, вас бы вымолили бы, хотя бы молиться за вас можно было бы. Ну, я в то время, на самом деле, в 96-м, еще начало 96-го, я еще тогда действительно, я много молился за упокой, даже очень много молился, это была моя такая, одна из основных моих приоритетов, это молитв, будучи традиционным священником. С 96-го года, начиная от того же, я когда покаялся, в том, значит, отрекся от этого всего, то по сей день я не молюсь за упокой, молюсь только лишь за живых людей. Вот, значит, делаю это принципиально, по своему убеждению, по вере, христовой, евангельской, христианской вере нашей, потому что Бог действительно в слове своем, Он учит нас молиться за живых людей, не за умерших, и не умершим, и не за умерших. Вот, вот, то есть религиозный оккультизм всякий я начисто отвергаю, значит, и не принимаю, вот, но тогда я молился много за упокой, и я полагал, что женщина, если бы померла бы, за небо хотя бы можно было как-то вымаливать. Я верил в такие вымаливания постепенные, постепенные, поэтапные вымаливания, вот, ну, как бы, из, как сказать, даже чуть не из ада, постепенно вымаливать, как-то, на этих, на ритургии, там, на всем, на панихидах тех, и, ну, и все. Женщина ушла, ну, я обидела, но чуть не плачет, как бы, она искренне все рассказывала, а я вот нагадил на чистое, знаете ли, вот, религиозники, как и политики, любят гадить на чистое, вот, и я вот так вот. Да, ну, я, хотя было, ну, скажу так, чисто по-человечески жалко, конечно, что я так поступил, но я себя оправдывал, я себя религиозно, в своем сектантском мышлении я был прав, значит, побольше поплачет, там, ничего нормально, может покаяться, может вернется в православие, по крайней мере, вот, значит, из сектантства своего, вот, как я был, ну, понимаете, я с больной головы на здоровье все валил, я считал, что она сектантка, а я правильный, каноничный православный священнослужитель, ой-ой-ой. Вот, и потом были еще встречи, там, и до того, и после того были еще встречи с разными протестантами, и вот через несколько месяцев я стал ходить на собрания разных церквей протестантских, очень быстрые перемены стали происходить такие, и через несколько месяцев, да, я вот действительно, я был даже на домашней группе, в гостях, где вот эта женщина, она была, ну, лидером, получается, да, она нам служила, на этой домашней группе, вот такая, знаете ли, удивительная вещь, конечно, вот, и на том собрании, конечно, там, да, домашним, ну, батюшка, будьте благословены, ой, ладно, я в этом, в принципе, свидетельствую много, как бы, на семинарах своих по истории христианства, так вот, ну, вот, и сейчас, значит, есть у меня вот эта, ну, книжечка, там, или как называется, статья, вот, «Мой путь к живому Богу» называется, там я об этом свидетельствую, об этом, кстати, случае не помню, но там о многих только вот подобных случаев я свидетельствую, как раз вот, изменения мышления сектантского, вот, и вот это плотское христианство ушло, знаете, что, значит, тогда помогло, вот, вот, вообще, в общении огромнейшее силище, я понимаю, что, как вот, грех политиков или грех религиозников примерно один и тот же, вот, отсутствие общения, знаете ли, даже если, допустим, политики, они, как бы, вот, держатся очень разных воззрений, да, вот, вот, отличающихся друг от друга очень принципиально, вот, и как религиозники, допустим, ну, я не воскорбительно в таком, ну, нормальном смысле слова этого, как есть политики, есть религиозники, то есть политики, занимающиеся политикой, религиозники, занимающиеся религией, я вот так вот имею в виду, вот, значит, то есть люди, профессионально занимающиеся политикой или профессионально занимающиеся религией, будем так говорить, Не просто увлекающиеся политикой или увлекающиеся религией, как в основном обывателя увлекается, а занимающиеся этим профессионально полное время. Так вот, и политики, и религиозники, когда не общаются друг с другом, почему важно, чтобы даже разные фракции имели какое-то общение между собой, разные политики, тогда всем лучше жить становится в государстве, в любом. Потому что, высказывая разные мнения, не соглашаясь друг с другом, но вот, как бы, потому что истина всегда где-то там, правда, это вот политическая, она где-то посреди где-то, вот, значит, и какое-то такое, это позволяет обществу балансировать и как бы не, знаете, не в одну сторону, когда идет там по каналу, не в другую сторону, или там ни в третью, ни в четвертую не будет там, не падать там, не завариваться, а так балансировать и идти в общество стабильно. Вот, я имею в виду, ну, я имею в виду модель демократического такого общества, ну, в хорошем смысле, вот, действительно, слова. Как вот, еще Джордж Вашингтон говорил, по-моему, что насчет демократии невозможно без Библии, без Евангелия, без Библии. И он говорил, что невозможно справедливо управлять обществом без Библии, Слова Божьего и, чем лучше говорил, не помню чего-то еще. Ну, без Библии, я помню, что без Библии. Вот, значит, это один из отцов-основателей вообще американской демократии, американской нации, поэтому, как бы, это, ну, очень важный голос считаю. Да, и, значит, то же самое повторяли многие, многие очень политики. Вот, в России, допустим, Борис Немцов тоже там, мне рассказывали о встрече в Нижнем Новгороде, еще его встрече давным-давно, еще там, задолго до убийства, вот, когда его расстреляли возле Красноплова, возле Кремлевской стен, да, буквально, фактически его расстреляли. Вот, значит, и на встрече в Нижнем Новгороде мне пастырь рассказывали, протестантские служители, потом, что, значит, что он, да, вот, процитировал тоже вот и Джорджа Вашингтона, и Бинкельна, кого-то еще там процитировал, значит, да, что вот протестантский мир, вот, Библию ставят приоритетом, как бы, и вот, ну, я так перефразировал примерно вот, как бы, как мне донесли, Что, значит, и вот, да, действительно, без Библии, без вот этого вечного, как бы, слова, да, закона, значит, невозможно справедливо балансировать в этом обществе. И то же самое в религии, как и в политике, абсолютно то же самое. Там одно устройство-то, в принципе, как бы, и один душок. Когда однопартийная система в обществе, допустим, политическом, да, это беда всегда. Вот, думаю, прекрасно все это понимаем, потому что в постсоветском пространстве, особенно, да, живущие, потому что жили при коммунизме, коммунистическом, я имею в виду правления, тирании, это и когда даже в Советском Союзе я еще на выборы ходил, значит, первые мои выборы еще, вот, там назывались выборы, но я помню, у меня тогда какая-то такая двойственность была такая, раз, такая политическая шизофрения какая-то. С одной стороны выборы, а с другой стороны приходишь, листочек, там только одно имя. Хотя слово выборы подразумевает, ну, из чего-то ты выбирать должен, а там не было такого. Это только когда перестройка началась, то нам стали говорить, даже с экранов телевизора, что надо все-таки какую-то выборность какую-то, действительно, завести нам какую-то, чтобы хотя бы из двух выбирали кого-то, из трех, там, больше. Вот, там выборы какие были, раньше в СССР, кто боевого возраста или чуть постарше, те помнят, да, что бланк, и там только одно имя было записано. Ты должен подойти, поставить там, отметить, значит, это имя и бросить в гурну. Все, ты не мог там выбрать кого-то еще. Хотя, назывались это, в СССР называлось это выборами. Ну, вот такая была тирания, коммунистическая была идеология, промыты мозги были миллионов людей. Вот, страшно были времена, конечно, очень страшные, хотя многие сегодня вспоминают, там, колбасу по 220, которой не было фактически, значит, там, ну, в провинции, в Москве это было, конечно, в Ленинграде, где-то еще там, в Киеве, там, в больших городах, вот. А провинция жила, голодала всегда. Вот, значит, и колбаса у нас там в Орле, допустим, где юность моя прошла, там была, там, только там, не знаю, раз в год, два года, два раза в год, там, по килограмму, по два килограмма на руки давали, с боем, с драками, там, был случай у нас, там, бабушку насмерть задавили вообще, ну, вот, толпа просто ринулась, и по ней пробежались, и все, и до больницы даже не привезли, эту бабушку. Вот, значит, за колбасой мы так стояли, всю ночь, с вечера и до утра толпа стояла, вот, в ожидании колбасы, вот, значит, а под утро вообще там народ там был, как штурм зимнего показывать, ну, там такая толпа была в магазин. Вот, за хлебом очереди, там, за молоком за всем были очереди, вот, у нас в Орле, по крайней мере, там. Вот, и, знаете, и сейчас, конечно, заходишь там в любой маркет, как в коммунизм попадаешь, там вообще колбасы, выборы, сыров, там, ну, конечно, были бы хорошие, как украине говорят, да, были бы деньги. Вот, значит, и, знаете, вот, ну, да, и не только за колбасой, за всем, да, за всем, вот, и, знаете, вот, ну, в чем самое страшное, вот, было, вот, как раз выражение идеологии коммунистической, именно в однопартийной системе, в этой. Ленин, Сталин, они заложили очень страшную такую основу, вот, этой системы, вот, которая существовала до последнего времени, однопартийная система. Вот, то же самое в религии, когда однопартийная система, когда одна церковь, ну, структурно, конфессия, конфессия, там, вот, это очень страшно. За два тысячелетия не было ни одного положительного опыта. Это всегда, это очень страшно выражалось во всяком роде тирании, значит, преследования так или иначе инакомыслящих, там, и, одним словом, это не божья модель структурного единства, это не божья модель административного единства, это не божья модель, это модель плотская, человеческая, там, и прочее. Вот, поэтому, как и в партийной системе, в политической системе, многопартийность, она, будем так говорить, панацея, значит, ну, в этом мире, в лежащем возле, как бы, это, ну, лучшее, что можно придумать, будем так говорить. Вот, и в этом балансирование общества осуществляется. То же самое и в религии. Одна религиозная система, когда одна религия, одна конфессия, там, одна деноминация, там, в каком-то обществе, там, в стране, тем более в нации, это страшная вещь, это очень страшная вещь. Это всегда поражает инквизицию, это всегда деньги, власть, что в политике, что в религии делают свое грязное дело, вот, значит, и что в политике, что в религии, это очень грязные вещи. на самом деле, вот тогда, в таком случае, вот, но ответ я для себя нашел такой следующий, как вот пять столетий реформации учат нас вот такому, как бы, опыту, я думаю, очень хорошему, когда мы начинаем разные конфессии, динаминации, начинаем прислушиваться друг к другу, по крайней мере, высказывая свое мнение, конечно, да, уча свое, но не умаляя других, прислушиваясь друг к другу и балансируя религиозно, вот в этом какая-то гармония возникает уже тогда, в этом вот действительно, потому что истина не в православии, не в протестантизме, не в католизме, там нигде, ни в исламе, ни в буддизме, ни в удаизме, нигде абсолютно, вот истина, она в Боге живом, она, это сам, вот Иисус Христос, одним словом, это сам спаситель мира, это, я не знаю, как еще, лучше словами Библии, да, я продолжу чтение просто, и как раз там есть вот этот ответ, ибо никто, одиннадцатый стих уже читаю, ибо никто не может положить другого основания, я читаю 1 Коринфянам 3.11, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но та как бы из огня. Разве не знаете, что вы, храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Знаете, друзья, действительно, Новый Завет говорит нам о храме Божьем, третьем уже храме Божьем. Был первый храм, когда при Соломоне построен, потом по грехам нашим разрушенная, Библия в этом очень подробно рассказывается. Потом был второй храм, мы его называем, вновь отстроенный, да, ко времени прихода Машираха, ко времени Рождества Христа, значит, этот храм уже сиял в не меньшей славе, чем храм Соломонов. То есть, да, значит, и при Ироди Великом там очень много все было достроено, отстроено, там перестроено, и, в общем-то, храм был действительно величественен. Значит, но затем и он был разрушен. Маширах сказал об этом храме втором, он сказал такие слова, ведь он был свет, пришедший в этот мир, и пришедший к своим, но так получилось, трагедия-то тоже описывается подробно в Библии своей, и не приняли его, но тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими, которые родились не от плоти крови, просто, а родились от Духа Святого, родились от крови Христа, родились новым духовным рождением, и являются чадами света, и мы являемся действительно детьми света, детьми Бога, семьей Бога. И, но, когда Христос сказал, что камня на камне не останется, все будет здесь разрушено, Он сказал это в 30-м году нашей эры. Через 40 лет, в 70-м году уже нашей эры, храм был действительно разрушен. Через 40 лет исполнились страшные слова Мессии. Но на протяжении этих 40 лет последних, пока храм существовал, с 30-го года нашей эры по 40-й год, по, извиняюсь, 70-й год нашей эры, на протяжении 40 лет этих, жертва в храме Всевышним Богом не принималась. Об этом есть много исторических свидетельств, неопровержимых. В частности, в Талмуде, в разделе Йома, где говорится о Йом-Ха-Ки-Пу-Рим, празднике искупления, или у нас в русском обычном языке это называется днем судным днем, но буквально в день искупления, покрытия грехов, в день всепрощения, так можно назвать судный, но он суд такой, действительно, не как для подсудимых к обвинению, а как для подсудимых к оправданию, покрытию. Вот, и Йом-Ха-Ки-Пу-Рим, Йом-Ки-Пур, день этот, был самой великой жертвой, когда первосвященник заходил во святой святых, с кровью жертвенного животного, ритуально обескровленного козленочка. И в Талмуде в этом рассказывается, что в разделе Йома, что действительно, в этом дне, Йом, день, да, значит, что последних 40 лет жертва Всевышним Богом не принималась никогда, 40 лет подряд, до 70-го года нашей эры, до разрушения храма. Ну, в 70-м году до Йом-Ки-Пура храм не достоял уже, вот, уже летом эта трагедия разыгралась, штурм и пожар, и уничтожение храма. Вот такая история. Но, да, мы вспоминаем ежегодно, да и часто так вспоминаем, значит, в такой нашей национальной еврейской традиции есть, даже, когда, значит, там, на свадьбе, да, стакан по традиции, значит, жених разбивает, вот, ногой, бац, и стаканом, бокалка, вот, значит, заворачивает его, вот, чтобы не пораниться, да, значит, и вообще, чтобы это таймство прообразовать, и мудрецы говорят, что это символ нашей печали, ну, такое есть объяснение, по крайней мере, печали по храму, разрушению храма. То есть, хотя бы радуемся свадьбе, жених невесты, все хорошо, красота, но вот есть у нас такая трагедия, которую мы должны помнить. Я считаю, очень хороший обряд, очень хорошая традиция, вот, и не только для, значит, для евреев, я даже, вот, венчая христианские уже браки, нееврейские браки, я рассказывал об этом обряде, значит, и предлагал жениха тоже разбить стакан, значит, вот таким образом, знаете ли, ну, у нас обычно там просто пьет, по русской традиции уже, но я призывал, как тоже заворачивая, наступите резко, так вот, топните и разбейте стакан, этот бокал, в знак той печали, значит, и вот, вот эта трагедия, почему? Потому что мы должны помнить об этом, обязательно помнить, и делать для себя уроки, потому что мы живем не во времена, как вот традиционный иударизм считает, что сейчас время без храма, вот, ну, мистики, мистики, конечно, религиозно считают, что, да, где-то там храм духовный, он существует, а так и есть на самом деле, храм существует, мы живем в эпоху третьего храма, который созидается уже два тысячелетия, из живых камней, на основании апостолов, пророков, имея краеугольным камнем, самого Иисуса Христа, и Иешуа, Машираха, созидается из живых камней, и я тоже камень в этой стройке тысячелетий, и ты, если ты принял Христа, Иисуса Господа, сейчас будем принимать участие, и повестию, хлебопреломление, ты тоже часть этой стройки тысячелетий, спасибо тебе, Господь, за все, благодарю тебя, Боже всемогущий, благодарю тебя, этот храм святой в Господе, из живых камней созидающийся, имеет основанием самого Иисуса, как Павел пишет здесь, 1 Коринфянам 3,11, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос, аминь, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенная, за все, благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков, аминь. Царю Небесный, утешителю, Дух Истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Божий, святый Божий, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Аллилуйя, 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 спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, Божий, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, благодарю Тебя, Божий, за милость и благодать Твою, Божий, великий. Аллилуйя, за милость и благодать, за спасение, за жизнь вечную, за кровь Иисуса Христа и Ишуа Машиаха. Благодарю Тебя, Господь, за жертву Голговскую, которой мы искуплены. Благодарю Тебя за все. И принимая причастие, мы принимаем действительно тело Христа и кровь Христа. Возьмите хлеба себе сейчас, налите сок, если нет сока, я просто даже воды наливаю тогда, значит, и беру хлеба, любого хлеба, нет белого, ржаного, любого абсолютно. Некачество хлеба или вина является причастием, условием хорошего причастия, правильного причастия. Но есть человеческие каноны какие-то определенные, но есть Божьи каноны. Согласно человеческих канонов, нужно такое-то вино, такой-то хлеб нужен. Слава нашему Господу, спавшему нас и родившему нас в себе, Арсений пишет. Аминь, аминь, аминь. Вот, и по канонам божественным, именно Божьим, да, не человеческим, не религиозным, не православным, не протестантским, не католическим, а божественным. Здесь нужно качество нашей веры, не качество вина или хлеба, а качество нашей веры, нашего рассуждения о теле и крови Иисуса Христа. Маше говорил вообще, в Писании, в Новом Завете раскрывается интересная вещь, что то, что входит в нас, как пища, да, оно не может нас осквернить или, тем более, там, осветить. Пис, оно и входит, и выходит, чем пища освещается, ну, очищается, точнее, вся. Вот, и, значит, ну, что может осквернить человека согласно Новому Завету или же осветить его, наоборот, соответственно? Что может вообще? Только вот то, что исходит из нас, исходит из нас. И сейчас важно не то, что сейчас входит в нас, а то, что исходит из нас. Причастие можно совершать по-разному. Вот у нас, в нашей семье был опыт причастия молоком и пряниками, допустим. Пряники и молоко, казалось бы, значит, да, это совершенно очень отличается от вина и хлеба, как традиционно, да. Вот, но в этом было причастие, в этом была Евхаристия наша, хлебопреломление. Вот, и в этом был Бог. Хотя это не по канонам человеческим, религиозным, но по канонам Духа Святого, по канонам Божьего Слова, по канонам, действительно, Божьих заповедей. Рассуждали, потому что мы о теле и крови Господа Иисуса Христа. Вот, и Павел пишет, что должны рассуждать, потому что иначе благословения все, они проходят мимо. И так вот и будешь тогда несолнухлебавши, как вот, знаете ли, вот как в тех сказках русских старых заканчивалось обычно все так. Ну, как бы, честно говоря, меня еще это в детстве напрягало. Как бы, значит, не знаю, другие детки, может, как бы и не обращали на внимание, но мне как-то постоянно как-то вот было тревожно на душе в конце, когда он там говорил, там, значит, там, сказатель, и я там был, говорит, мед, пиво пил, по усам текло, да в рот не попало. Думаю, вот это да. Мне как-то с детства как-то это напрягало, честно говоря. Не знаю, как, кто из вас еще напрягался при этих словах, завершающих сказки. Мне было как-то не по себе, думаю, он был там на Перу, значит, я как сразу, у меня уже очень воображение такое детство было вообще, очень. Думаю, он был на Перу, он там вроде пытался что-то попить, а у него не получалось ничего, у него все стекло с усов, значит, и ничего в рот не попадало. Ну, как-то, ну, обидно как-то. Вот, мне жалко было все время сказителей этого. Я пишу тоже, что Милана, слава богу. Вот, так что, не одинок я в таких рассуждениях. Вот, значит, и чтобы не было такого, что вроде как бы причастие было, значит, а ты ничего и не получил с него. Вот, чтобы благоставения не проходили мимо. Павел пишет, что среди верующих, не только сегодняшних, и тогдашних, вот, 2000 лет назад писал Павел-то все это. Он и те же самые проблемы констатировал. Человек мало меняется, в принципе. Много что меняется, как бы, сейчас, допустим, Библию мы не переписываем, а другие там, и не просто там печатные большие, толстые издания какие-то. Вот, пожалуйста, в телефоне здесь у меня Библии разных, куча разных переводов на разные языки мира. Пожалуйста, интернет есть там, значит, я могу вообще послушать на любом языке мира, фактически, значит, Библию, Божье Слово, назидаться, читать это все, слушать. Ну, живем в такое время, просто благодать на благодать вообще. Вообще, Бог дал нам интернет вообще, и все, и благодарение Бога за все, конечно. Вот. Так что, друзья, ну так. Вот. И наше рассуждение о тени крови Иисуса Христа, тогда эти благословения, они не будут проходить мимо. Тогда и здоровье, и исцеление, и освобождение, все будет наше. Наше рассуждение такое, что кровь Иисуса Христа была пролита за наши грехи. Тело Иисуса было ломимо за наши грехи. Поэтому, я прощен, вот что это значит причастие для меня. Я на веке прощен, через кровь Иисуса Христа. Я исцелен, я благословлен всеми благословениями небес. Благодарю Тебя, Господь, за все. Благословен Ты Бог наш, давший нам хлеб из земли. Благословен Ты Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благословен Господь Бог наш, возлюбивший нас и отдавший жизнь свою за нас. Тело Христово примите, братья и сестры, источника бессмертия вкусите. Спасибо Тебе, Господь. Я благодарю Тебя за Твое божественное исцеление, освобождение Божие. Божественное здоровье за все Твое благо, Господь, Твое благо, Твое благословение. Через кровь Иисуса Христа и ломима тела Его. Аминь. 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 спасибо господь спасибо спасибо святой благодарю тебя господь за жизнь за воскресенье твою за победу твою спасибо господь спасибо спасибо за эту благодать спасибо господь благодарю тебя господи боже наш благодарю тебя за твою любовь которую ты доказал к нам через кровь сына твоего жертву голгофскую благодарю тебя за исцеление благословения боже за эту свободу через кровь христа исцеление через кровь христа благословение твоего через кровь иисуса христа Слава Тебе, Боже Всемогущий! Благодарю Тебя и благословляю великое имя Твое. Благодарю Тебя за великую реформацию, начавшуюся тогда, почти 501 год тому назад. Боже, благодарю Тебя за Марта Налютера, за Кальвина, за Цингли, за Аннабаптистов, за всех, даже не соглашавшихся между собою. Боже, но Ты показал изначально, что вот такая многопартийная система в христианстве – это во благо тела всему Христа, это оздоровление тела Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь! И пусть сегодня, Господь, во время этого продолжения времени реформации, вот эти истины библейские и евангельские, что еще 2000 лет назад Ты, Господь Божий, указал нам, они раскрываются, больше и больше, Господь, раскрываются в нас, верующих, и через нас. Благодарю Тебя, Господь, за все. Благодарю Тебя, Господь, за все, за все, за все. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Господь, за все. Благодарю Тебя, Отец, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю. Аллилуйя. Аминь. 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 Благоставляю всех вас. Да благоставит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Ибо никто не может положить описано другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Аминь. Благословения всем вам. Из города Петербурга, с берегов Невы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Киевская архиепископия. Слава Богу. И как по скриптум, снова-снова я напоминаю, что прошу ваших молитв, ваше его участие также, принимать участие и молитвенно, и финансово в моем служении в Украине, в России, в других странах бывшего союза. Вот, в Украине буду издавать.